Продолжение следует... Поэтому я предлагаю тебе мой курс, который уже помог сотням тысяч женщин по всей России. Краткий курс счастливой жизни. Такие понятия, как женственность, мягкость, сострадание, стали для многих из нас пустым звуком. На вопрос, какой должна быть настоящая женщина, 90% ответят. Самостоятельная. Но задумываемся ли мы о том, как сложно мужчине-женщине, которая ни от кого не зависит и привыкла все делать сама. Что вы сделали с собакой? В смысле? Ну что с ним? Что это? Эдмунд? Эдмунд маленький. Мы сделали ребрендинг. А что вы Эдмунда превратили? И еще его теперь зовут Моня. Моня? Моня это женское имя, очень странно. Нет, это мужское имя. Хорошо. Какие у нас планы? Значит, планы у нас очень интересные. Мы едем, Анечка, мы едем к моему пациенту. Он гомосексуалист. Об этом никто не знает ни дома, ни на работе. Это его страшно инфрустрирует. Сегодня приехала его мать из города Иваново. Он собирается ей во всем открыться и познакомить ее со своим бойфрендом. Мы поедем к ним. Сейчас? Угу. Давайте с вами. Алья, подожди секундочку, а зачем мы там? Я с собакой. Ну, я его врач, а вы моя девушка. Проходи, пройдем. А ты уверен, что это уместно, так скажем? Абсолютно уместно. Человек, который... Давай, Монечка, ты ничего. Человек, который прошел несколько сеансов психоанализа, он просто не в состоянии уже ничего скрывать ни от себя, ни от окружающих. Быть откровенным везде, всегда, со всеми входит в привычку. Поэтому соглашайтесь, и его мама готовит очень-очень вкусные пирожки. Здрасте. Здрасте, Евгений Александрович. Неужели вы его правда так быстро поймали? Работа такая. Вообще, я даже не ожидала, что все быстро произойдет. Я только волнуюсь, что он на кошелек выбросил, то, что у меня там все бумаги, ну... Ну, я понял. Все нужно и все... Вы, главное, не волнуйтесь, и я вас прошу об одном. Усвойте одну простую вещь. Ни одна сука, я извиняюсь, не имеет права вламываться к вам в дом с шампунем за лошадью, да, и грабить ваше имущество. Я не позволю, чтобы вы из-за какой-то вот этой падлы, которая вас вздумала ограбить, вы страдали и терпели унижение. Но этого не может быть, я не допущу этого, и милиция, кстати, не допущена. Кстати, я рассчитываю на вашу гражданскую сознательность. Если сейчас на этой врачной ставке подтвердится, что это тот самый урод, который вот украл ваш кошелек, вы напишите заявление. Все понятно? Да, я поняла, это я готова. Все, все, ага. Присаживайтесь. Че сидим? Голову подними. Женщину узнаешь, мразь? Не слышу! Да. Громче! Да, узнаю. Ну, все. Вот она. Значит, Любовь Андреевна, вот заявление. Пишите. Главное, ведите себя абсолютно естественно. Наблюдайте за всем, делайте выводы, потом обсудим. Я. Как взял? Андрей. Гриша, ура. Мама! Да. Здрасте. Здрасте. Я тоже. Боже. Мам, привет. Это Гриша. Это мой психотерапевт. Просто вот это очень главное чей воплощение. Катьяна, очень приятно. Это вам. Спасибо большое. А собачку? Это моя собачка. Это собачка Эдмурн. Что такое? Собачка Эдмурн. Здравствуй, собачка Эдмурн. Здравствуй. Ну-ка. Сыночка. Сыночка, ну зачем? Да, да. Спасибо. Ну зачем же ты на руки-то берешь? Все нормально, мам. Мам, все хорошо. Так, разувайтесь. Не разувайтесь, ребята. Не разувайтесь, приходите прямо так. Ну как я разуваюсь? Не волнуйтесь, мы из машины. У нас чистая обувь. Давайте мы книжку снимем только сейчас. Ну, вы не познакомились. Меня нравится. Анна, это моя девушка. А, понятно. Писатель. Так, меня Татьяна. А вы сейчас пойдете на кухню, вы мне будете помогать. Да, да, давайте сходите, я вас возьму. Да ничего, это не тяжело. Идите за мной. Да. Посадите. А скажите, пожалуйста, а что теперь с ним будет, с этим курьером? В тюрьму пойдет, будет ждать суда. Как в тюрьму пойдет? Подождите, я думаю, какой-нибудь штраф выпишут. Ну, Любовь Андреевна, вы же заявление написали, вот на основании этого заявления пойдет. Ну, да я думала, там выговор или что-то такое. Так, я понял. Значит, смотрите, в нашей стране законом предусмотрено лишение свободы от двух до пяти лет за совершенное этим человеком преступление. Все. Вы свой гражданский зол выполнили, а я пошел работать. Всего доброго. Спасибо. До свидания. Итак, я знаю Андрея и Мишу. Уже много лет. Гриша, 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 я сам. Хорошо. Мам, я тебе хочу кое-что сказать. Я люблю Мишу. Подожди, подожди, подожди. Пирожки. Пирожки. Мам. Домашние, вкусные. С рисом, с лучком, с яичком. Угощайтесь. Вот, пирожки, пожалуйста, берите. Спасибо. Берите. Берите. Угощайтесь. Мам, послушай меня. Как отличить? Мам, мам. Они все одинаковые, все. Мам, мам. Я люблю Мишу. Мы с Мишей живем вместе. Это я тебе хотел сказать. Татьяна Ивановна, вы понимаете, ваш сын говорит вам, что он гомосексуалист. А внуки как же? Дети. Вот ты понимаешь, да? Это кто о чем я тебе говорил. Она не слышит у меня. Все нормально. Она все, она все услышала. Она просто закрылась, ей нужно время. Все нормально. Мам. Я дважды видел, что у девушек находится под юбкой. Ты понимаешь, я не могу заниматься сексом с сырой печенкой. Ну, 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 как еще объяснить? Так, Гриша, ты, Гриша, ты ни в чем не виноват. Это абсолютно нормально. Не, не оправдывайся, не извиняйся. Печенку не любят многие. Я тоже, например, не люблю. Смотри, что она делает, а? Ты что делаешь, да? Немой, немой. Нельзя. Ты я не такая. Сссс, ссс, 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 ссс. Я уберу, я уберу, я уберу. Давайте я... Правильно, твоя собака нагадила, а мне затирать. Дайте, отойдите отсюда. Ой, мам, о другом сейчас говори. Мам, мам. Подожди. Ты хочешь, вы ушли? Присаживайтесь. Это неприлично, садись, это неприлично. Простите, пожалуйста, просто... Берите, он, курицу. Хорошая курочка и петрушка свежая. Анечка, что-нибудь тебе... Давайте выпьем. Выпьем. Ну, может быть, обсудим то, что произошло. Может быть, как-то поговорить об этом хочешь? Нет? Ну, я могу поговорить об этом дома. Ты хочешь, чтобы я поделся к тебе домой? Ну, я могу тебя пригласить к себе домой. Ага. Я с огромным удовольствием, но и я, к сожалению, у меня завтра очень тяжелые три консультации. Мне надо хорошо выспаться и... пока. 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 Да, мам, привет. Ну, извини, не слышала просто. Уставшая просто немножко. Бабушка, ну, не знаю, не спала всю ночь. Бессонница. Слушай, как-то нравится вам этот, санаторий-то? А щетки как бабушка не достает? Да не, я просто ужин готовлю. Слушай, ну, каждый день я слушаю эти психологические тренинги. Они меня достали уже. Вон у меня сейчас тоже диск работает. Просто позвонила, я звук выключила. Угу. Мам, ну, слушай, давай все это, пока. Угу. Мам, ну, не, не, нет, я одна. Какие мужики? Ты че? Я уже давно бросила эту дурацкую привычку. У меня на них нервов не хватает. Да не, все нормально. Правда, слушаю диск. Просто сейчас он у меня выключил немножко. Мам, все, давай, я это, побежала, ладно? Все, целую. Есть, что поесть. А есть, что попить? С шампанским сбегаешь? Ты уже нашла подходящего мужчину для длительных отношений. И вы вступили в так называемую романтическую фазу. Что может быть приятнее свидания с любимым человеком, когда вы только начинаете узнавать характеры, вкусы и привычки друг друга? Дела отходят на второй план, и ты каждое утро не представляешь, как дозивешь до вечера, когда вы, наконец, встретитесь. Ты не думаешь, что надеть, ведь для него ты прекрасна в любой одежде. Вы настолько поглощены друг другом, что просто не можете жить по отдельности. Самые банальные и даже скучные дела приобретает риол загадочной таинственности, если в них участвует твой избранник. А что ты тарелку-то не взял? Тебя жду. Ну что, вечером мы увидимся? Ой, 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 Петр Алексеевич, вы меня сейчас так пугаете. А как же семья? Посиделки перед телевизором. И ночью. Я? Ну что ты. С тобой пожиратые мужчины всегда были моей страстью. Очень важно. Мне как-то сложилось в твоей жизни. Отлично, все сложилось. Просто понимаешь, у вас же есть люди, которые о вас заботятся, которые стирают за вами, убирают. И вы не приносите мне пакет с грязным нижним бельем, с носками, не ставите где-нибудь в уголок. Это во-первых. Во-вторых, вы уже достаточно на свете пожили, знаете женщин, ну они у вас приблизительно все одинаковые, там плюс-минус пять-десять сантиметров в попе. И не перестаете с разговорами о чувствах. Это самое главное. Я думал, вы любите поговорить о чувствах. Ну, раньше правда любила поговорить, ну лет так до двадцати пяти. Ну, поняла, что поговорить о чувствах можно с подружкой. А вы любимые нужны только для того, чтобы, ну, там прилично выглядели, платили и очень хотели залечь ко мне под юбку. Я именно такой. Не целовали, а под юбку. В семь забери костью с баскетбола, я не хочу, чтобы он распаренный шел. Все? И картошки купеете. Все? Все. Пока. Женя, довези меня до метро, у меня тушленоги натирают. Катя, ну, тут два шага дойти, ты не можешь два шага дойти, мне потом не развернуться, сейчас там пробки. Ну, пожалуйста, мне очень нужно. Чего? Я сейчас из-за тебя поставлю. Слушай, у тебя кран свернул, гуляет. Там уже три года гуляет, ничего, нормально. Пользуешься тем, что у тебя мужик в доме? Дай пять минут. Слушай, дайте. Слушай, у тебя есть этот разводной ключ? Это что за хрень такая? Ну, это такая хреновина, инструмент такой, с колесиком посередине. Так, приступим. Ты мне мешаешь. Что-то здесь есть. Пух. Мам, хорошая штука. Что, где, как, где? Да, с мамой в детстве говорили. Папа! Ой. Подойдет? Пять минуты, вон. Как успехи? Ну, вот и все. Дело в том. Мой тигр. Спасибо. Помада не сотрется? В смысле? А! Когда будешь подарить? Сейчас посмотрим. Саша, ну сколько можно? Я за ним потребую. Я тебе, я тебе обещаю. Последний раз, правда. Я кофейку пока выпила. Заказ ваш на столе, девушка. Чего? Заказ. Вот, блин. А я совсем забыла про него. Зато я никак не могу забыть. Человека в тюрьму посадила из-за крем для вымени. Слушай, перестань. Это что, контрафактная продукция, что ли? Там все вместе. Во-первых, это твой крем. Для лица, для пяток. Да что ты? Во-вторых, курьер, который все это привозил, у меня кошелек спер. Мы его поймали быстро очень. Но милиционер, который его арестовал, он только мне взял и такой... Тут вам документы, розыгры. Возьмите, пишите заявление. Спасибо, девочка. Я написала заявление, а теперь думаю, может, не стоило заявление писать. Я у тебя ложку возьму? Ага, воровать стоило, да? Ты пригоди, даже не думай. Каждый может ошибиться. Девчонки, это ужасно. Я себя чувствую какой-то злобной сукой. Слушай, Вать, а милиционер хоть симпатичный? Такой, брутальный. Ну и что ты тогда переживаешь-то? Он тебя спас от вора. Ты ему повысила эту... Раскрываемость. Все счастливы. Привет. Ой, Петр Алексеевич, стойте, стойте, пожалуйста. Вот раз рахматурь не присела, мне нужно, чтобы вы здесь в двух местах, в трех расписались. И у вас еще... Что? Воротник. Что? Воротник. Занимайся своими делами. Я вам прислала воды. Он тебя спас от вора. Мне подарили собаку. Ты ему. Да ладно. Мне подарили собаку. Что случилось? Я познакомилась с человеком. Короче, не переживай просто. Он психотерапевт. У него огромная машина, кожаный салон. И он мне вчера подарил собаку. Покажи собаку. Давай. Казалка уж на русенька. Это не, девочки. Это что на воздухе такая? Нет, это Моня. Его зовут Эдмонд. Это дико дорогая собака. Главное, что это не просто собака. Почему ты ее кумишь? Это же капусты, да? Нет, нет. Купили все, корм купили. Поехали вчера. Где она спит у тебя? Мы вчера ее гуляли. Ты гуляешь, да? Он мне ее подарил, а мы поехали в свой магазин. Значит так, здоровый такой. У меня только одна проблема. Проблема. Ну выкладывай. Не очень идиотская проблема. Потому что все замечательно. Он меня везде катает. Мы даже были у его пациентов. Да ладно? Да. Но он меня не хочет. Ну то есть вообще. Ну это проблема в некотором смысле. Не возбуждаешь тебя, что ли? Да. Ты пуговичку верхнюю расстегиваешь? Я все уже расстегиваю, что-то у меня не надо. Слушайте, ну я на самом деле вижу только один выход из ситуации. Надо просто купить какое-нибудь, не знаю, сексуальное белье такое. Да это замечательно. Я бы купила сексуальное белье, но просто я не могу перед ним нигде раздеться. Я говорю, пойдем ко мне, а он сбросил и все. Нет, погоди, это тоже не выход. А вдруг он просто стесняется? Он же человек. Он там, извините. Хорошую собаку подарил. Нет, подожди. Платят, мужчина не может стесняться. Если он стесняется, скажет об этом. Если он тебя хочет, он тебе об этом скажет. Померь ты моему. Он же с ней встречается, они ходят куда-то, он его водит туда-сюда. Он купил из щенка этого. Это не щенок, это кобель-производитель. Что же лучше? Кобель-производитель. Тем более, знаете, наверное, она ему не безразлична. Фу, уберег мне эту гадость. Дело вообще не безразличие. Просто женщина может быть счастливой, только если ее хотят. Причем постоянно. Где шляемся? Я хотела девочку. На пять минут. Ладно, я отъеду. А вы надолго? Навсегда. Зебра или змея? Зебра или змея? Что за зоопарк? О, господи. Ты что, с ума сошла? Вот этого захочешь? Да. Мне кажется, это хорошо. Не знаю, мне кажется, ты очень агрессивна. Вся в красном. Я же сделаю поступок. Нет. Этот поступок не хороший поступок. Надо что-то, не знаю, женственное такое. О, у тебя троечка? Та троечка. Извини. Куда троечка? Вот так. Мило, женственное. Ну, смотри, как сладенькая. Скучно. Они любят расстрелять наивных. Да белых. Невинных. Белых? Такой? Да. О, нет, бабушки не видят. Нет, тебе не идет белая, у тебя пушка хоть не загорела. Загоришь, подумаю. Ну что? Ну что? А это? Угу. И это? Из этого что? Ничего. Мы сюда можно повесим? Спасибо. Иди, мерей. Веселенькое хочу что-нибудь. Выбери веселенькое. Я тебе анигнот расскажу, пока мерить будешь. Будет веселенькое. Давай. Я волнуюсь. Мне кажется, ничего не получится. Волнуюсь. Давай возьмем один такой, один какой-нибудь веселенький. Я, честно говоря... На, бери и радуйся. Спасибо. Спасибо. Это все, конечно, я понимаю, непросто. Но лучше сейчас все понять, чем потом плакать. С как туфли, пока не померяешь, не поймешь. А что ты куришь здесь вообще? Ты приехала? Любительница знойных ароматов? А она вообще знает, что ты женат, что у тебя ребенок есть. Это что-то меняет? А вот так, да, мы теперь разговариваем? Слушай, тебя не было с того самого момента, как мы на дачу уехали. Ты здесь не живешь, ты трахаешься с другой бабой. И ты ничего мне не хочешь сказать, да, по этому поводу? А что ты хочешь, чтобы я тебе сказал? Что меня сейчас жаль, что это в последний раз? Ты почему хамишь меня вообще? Слушай. Чего тебе это не надо? Чего ты сюда приправил? Я приехала к врачу. Больная что ли? Я беременна. Какой срок? 16 недель. Нет, я не хочу этого ребенка. С меня хватило одного. С подгузниками, горшками и дурацкими шутками. Послушай, не поздно сделать аборт, а? Ты чего такое говоришь? Это твой ребенок. Это твой ребенок. Я не собираюсь аборт делать, потому что дети, это вообще смысл жизни. Это смысл твоей жизни. Если ты до 40 лет не нашла смысл жизни, не надо переваливать с больной головы на здоровье. Ты превратилась, даже не знаю, в кого. В мою мать. Я когда смотрел на своих родителей, я думал, что никогда в жизни так не буду жить. С их огородами, дачами, помидорами в багажнике, разговорами о соседях. А ты меня относишь обратно, ты меня относишь с помидорами. Я хочу жить своей жизнью. Какой ты хочешь жить своей жизнью? В чем она твоя жизнь вообще состоит? Ты не думаешь вообще ни обо мне, ни о Даше. Ты ни о ком не думаешь. Ты любишь только себя, понимаешь? А ты любишь? Ты делаешь все всегда только так, как ты хочешь. Как с этим ребенком, например. Я люблю тебя. И не кури здесь, пожалуйста. И думаю о тебе. И ты единственный мужчина в моей жизни. И я думаю о тебе, забочусь о тебе, терплю твое хамство. Я тебе сказала, не кури здесь. Любишь? Ты даже минет не делаешь. Ты что такое говоришь вообще? Слушай, это все, что ты мне можешь сказать после 10 лет жизни? Минет не делаю. 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 Да, Лизь, привет. Извини за то, что мне говорилось сегодня. Я не отымил. Короче, извини. Когда? В какой больнице? Хорошо, я постараюсь успеть. Сказала, ладно, я постараюсь успеть. Здравствуйте, а где Григорий? Как вас представить? Аня? Спасибо. Лешка, подождите секундочку. Ну, ладно, поздравить, к вам зашли. Все, все нормально. Мы должны при всем встретиться? Нет. Нет? А что? У меня к тебе сюрприз. Какой? Сейчас. Что вы делаете, Аня, давайте, я здесь не могу, так что выпивайте. Давайте, радуй. Аня, 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 не надо, я очень дрожу нашими отношениями, давайте, давайте, ну вы, Аня, вы выпили что ли? Что с вами? Перестаньте. Давайте, давайте застегнем себя. Я, Аня, я дрожу нашими отношениями очень, я хочу, чтобы это сейчас все так закончилось. Подожди, подожди, секс это, ну, как, как туфли, ну, ты не можешь дрожить нашими отношениями, пока у нас не было секса. Ань, какие туфли, что вы говорите? Я, я хочу вас узнать по-человечески, как, как человека, как женщину, я вас хочу узнать. Да не надо мне узнавать, как человека. А что надо делать? А что надо делать? Любовью на столе вот на этом сейчас заняться? Что вы хотите? Да. Да? Да. Ну, хорошо, ну, давайте, присаживайтесь. Давайте, трусы снимайте, давайте, что делать? Аня, вы себя ведете, как неприлично себя ведете, вы понимаете это? Вы себя ведете неприлично. Твою мать! Твою мать! Ай-й-й-й Твою мать! Твою мать! Ай-й! В иной трубу просто пробовались! Привет. Привет. Я успел? Да, сейчас вызовут уже. А что там вот? УЗИ. Значит, ты решила ружать? Там будут его ручки, ножки. Ты его увидишь. Может, мальчик будет? Широкова, идите на УЗИ. Одну секунду. Я сейчас подойду. Да. Катя. Здравствуйте. Привет. Вы что, бегаете от меня? Ой, что вы, Олег, кстати. Да не, я понимаю. Ну что, выпили, решили поэкспериментировать, получили, что хотели. Потом поняли, что я вам нахрен не нужен со своей зазраной квартирой, мертвой женой и дебилым сыном. Слушайте, Катя, я ведь ничего плохого вам не сделал. Все, до свидания. Вот видите, сосет палец. Там видно кто? Нет, пока не видно. Сердцебиение хорошее. Папаша, вы бы выключили телефон. Аппаратуру сбиваете. Да, извините. И вообще, почему он без бахил-то? Я, я не могу сейчас приехать. Я очень занят. Да ничего, ничего не перельется. Не затопишь. Да звонила я туда, в этот джек. Они говорят, что придут, а когда придут, они не знают. Какого хрена ты вообще сюда полез, я тебя спрашиваю? У меня все уже тут затопило. Я не знаю, где это все перекрывается. Ты можешь приехать или нет? Хорошо, хорошо, давай так. Давай вместе. Давай вместе. Ты проходишь, заходишь в ванну, да. Заходишь в ванну. Под ванной, там есть такая дверка. Открывай ее. Да, что ты видишь? Хорошо, я через час буду. А уже закончили? Да, надо меньше разговаривать по телефону. Как там, все в порядке? Там, да. Вон, да, куда? Это с полочью? Потонок какой-то просто. Ну что, ты все-таки поедешь? Поеду, надеюсь, что тебя не увижу в ближайшее время. Послушай, мне по работе звонят. Давай, прямо здесь это сделай, чтобы ты уже успокоился. Что ты, что, сдурела, что ли совсем? Кобель. Я Кобель, да, а ты у нас ангел. Может, ты мне расскажешь, как ты залетела так? Тебя видеть больше не могу. Без справки от венеролога к ребенку не подходи. Хай. Я тебя искал везде. Всю мазку прошерстил, пронюхал. Нашел? Как дела? Красивая. Рад тебя видеть. Безумно. Приятно было тебе, увидите, пока. А ты куда? Подожди, подожди. Подожди минуту. Ну, подожди минуту. Я прошу тебя. Тридцать секунд дай мне. Я тебе все объясню сейчас. Веришь в любовь с первого взгляда? Я лично верю в любовь с первого взгляда. Я тебя когда увидел, тогда все. Я... Столарова. Угу. Я... Просто опять здесь скучал, да? Никто больше здесь тебя нет. Ты посмотри, я твою фотографию на телефоне ношу. Прикольно. Сейчас сделаю. Ну, вот, красненькую нажимаешь. Ты очень красивая. Можно? Хвасты такие прикурные. Дрог, Фред. Ну, пойдем выпить что-нибудь. Замолю все свои грехи, я тебе обещаю. Выйдут-ка за мой счет. Ну, пойдем. Чего ты грустный такой? Слушай, у меня было столько проблем, нереально. Я сейчас тебе все расскажу. А у меня, знаешь, сколько было проблем? Во-первых, у меня прорвало трубу. Это что? Я думала, может ты мне объяснишь. Это бутылки? Достаточно? Я вижу, что бутылки, да. Я знаешь, что думаю? Ты сам никогда пить не бросишь. Не сможешь просто. Надо закодироваться. Вот, вот об этом вот забудь. Кодироваться я не буду, ясно тебе? А чего такого-то? А чего такого? Не буду и все. Ну, я не буду ребенка от лкаша рожать. Давай так. Пойдешь к врачу, тебе вколят лекарства. В этом ничего сложного. Знаешь, что я тебе скажу? Ты сходишь к врачу, тебе вколят лекарства от бешенства, им будет жизнь счастлива. Потому что уже задрала меня, стерва, блин, сумасшедшая. Антон, здесь? Нет. Проходите. Олег, вы что-нибудь знаете о кризисе среднего возраста? Так, в общих чертах. А что вас беспокоит? А я вам сейчас покажу. Спальня здесь? Ой-ой-ой, а что, я без куртки, без куртки? Ой, ты была без куртки. Ты без куртки была. Давай туда. В шкум пойдем? Да. Или машина, по-моему? Иди скорей. Пойдем, пойдем, пойдем. Извините, мы немножечко там посидели. Здравствуйте. Слушай, поехали в гостиницу ко мне? Нет, ко мне. К тебе? Да. Эй-эй-эй, эй-эй, машина! По адресу поедем? Садитесь. Все, поехали. Сумку, сумку! Простите, пожалуйста. Здрасте. Здрасте, Люба Фендриловна. А как вы вошли? Да я в дежурном позвонила, мне открыли. Там кнопка есть у вас. Вы меня простите, я просто хотела забрать заявление, которое я вот написала вам. Подождите, а что случилось? Почему забрать? Ну, просто я себя очень неудобно чувствую, потому что получается, что из-за меня человек может в тюрьму попасть, и я просто не хочу... Давайте, проходите, присаживайтесь. Я просто не думала, что как бы это так серьезно все и... Спасибо. Что ему из-за этого придется в тюрьму идти, и получается, что из-за меня как-то люди все время в какие-то ситуации такие попадают. В общем, как-то я себя зло веду, и вот, и мне просто хочется как-то этого избежать, если возможно. Я понял. Поэтому... Ну да. Просто получается, что я как бы стерва какая-то... Нет, вы не стерва совсем. Кто вам сказал, что вы стерва? Да я, собственно, ничего не имела в виду, я просто сказала, что не надо пить, потому что это вредно пить. А мне сказали, что я стерва сумасшедшая. Ага. Вот и... Ну, ладно, это все... Ну, вы знаете... По делу? Нет, почему? По делу. В принципе, есть одно средство, Любовь Андреевна. Я проверял на практике, очень помогает. Да? Не знаю. Здравствуйте, вы что делаете? Ну, как что делаю? Нет, ну вы сейчас что делаете? Я же не за этим сюда пришла. Тише, Любовь Андреевна, тише. Нет, ну правда, я не за этим сюда пришла. Тише, тише. Я вам сказал, тише. Можем успокоиться, да? Ну, пожалуйста, ну... Что вы делаете? Сумасшедший какой-то человек просто. Кто ж так делает? Ну, так-то лучше, да? Ага. Такой разве? Прекрасно выглядишь. Спасибо. Где сантехники? 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 Ушли недавно. Как дела? Как дела? Я рада, что хорошо. Я очень рада, что хорошо. Вот мне не очень. Чем займемся? Для начала я бы занялась убийством тебя. Хорошо. Только у меня есть последнее желание. Какое? Сделай меня. Окей. Но после этого ты мне помогаешь все это убрать. Клянусь. Мы не об этом договаривались. Клянусь. Заходи. Добро, пожалуйста. Сумка. Что это такое? Это Эдмунд. Где эта штука? Она подбирает. Клянусь. Да чего ты? Хочешь чай? С медом. Это он. Ну что, ты все еще уверен, что ты хочешь со мной сыграть? Обязательно. Зря. Сейчас ты у меня проиграешь. Ой, ладно. Все так говорят. Лена, ты дурак. Чего? Сейчас проиграешь. Дай тебе фору, давай. Ты первый. Итак, за свою наглость ты получаешь первый вопрос. Под номером три. Да. Да. Что англичане называют холодной блондинкой в темной юбке? Так, так, так. Часть переворачивай, часть переворачивай. Да, дай-ка подумать, дай-ка подумать. Пиво с пеной. Ты знала. Ладно, давай задавай вопрос. Надо. Так. Это убираем куда-нибудь туда. Драк, типе-дох, типе-дох. Пять. Одна, два, три, четыре, пять. Молись. Итак, вопрос номер пять звучит. Французы говорят, стреляю с четырех ружей. А что в этом случае говорим мы? Давай, давай, давай. Время, время пошло, давай. Давай, давай, давай еще пацаны, что-то, не знаю, сдаешься, сдаешься. Сдаешься. Короче, мы в этом случае говорим, кручусь, как белка в колесе. Щелба. Ты специально мне такие тупые вопросы задаешь, да? Нифига они не тупые. Давай, давай, давай. Следующий, так, следующий. Хорошо. Четыре, раз, два, три, четыре. Итак, время. Сейчас. Вопрос из рубрики разная. Чего это не так с женой? Та-та-та-ра, 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 та-та-та-ра. У нас секс не выходит. Еще, еще, еще. Извиня, обрызгай. Тряпочку дайте. У тебя секс не получается? Чего ты мне всего оплевала? Это была моя месть. Сладкая, но непокобелимая. Клуб знатоков. Это что, это же мамин подарок, между прочим. А, дай. Дай, дай, дай. Я тебе еще подарю, я тебе еще подарю. Даш, ешь давай. Я хочу еще кунейки. Достаточно у тебя клубники, ешь. Доброе утро. Я не люблю кашу. Вот. Не хочу батюшка или сестриечка. Так, еще слово, и сейчас из стола пойдешь. Слово, но не хочу. Я тебе сколько раз говорила? Что это такое? М? Чего это такое? Зачем намазалась опять? Иди. Иди, вытирай все. Перестань орать на ребенка. Я не ору на ребенка. Иди, вытирай, говорю все. Это ты во все виноват. Такая же эгоистка, как ты, растет. Не разговаривай со мной в таком теле. Петь. Давай попробуем еще раз. Все начнем, все... Все хорошо будет. Вот, видишь, ребенок родится, все будет хорошо. Я очень тебя люблю, Петь. Я тоже тебя очень люблю, ничего хорошего не будет. Но уже все позади. Отношения у людей заканчиваются. Счастливых браков не бывает. Если люди до старости доживают. Ненавидят друг друга. Чего ты такое говоришь вообще? Чего ты делаешь со мной? Петь, мне 38 лет, ну это вообще... Чего ты делаешь со мной? Давай спокойно поедим. Петь. Петь, я тебя очень люблю, Петь. Эго, все не знаете. Анечка, Аня, 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 я... Сможем. Давайте, давайте поговорим, пожалуйста. Я хочу вам, я хочу вам объяснить. Нет, нет, уже поздно разговаривали. Я не хочу говорить. Я просто хочу вам объяснить. Гриш, все, пожалуйста, не надо мне ничего объяснять. Не надо, недостаточно унижений, правда. Все понятно. Я все поняла, вы хотите узнать меня как человека. Я нашла парня. У меня есть парень. Я с ним сплю. Он со мной ни о чем не разговаривает. Ему наплевать на мое чувство. Вы знаете, я счастлива. Удивительное дело, правда? Пока. Ну, что-то такое, все нормально? Все замечательно. Ну, я вижу. Ну, ладно, колись. Что случилось? Все хорошо, я самый счастливый человек на свете. А я вообще-то просто зашла посидеть, с тобой поболтать. Надо же. Я думаю, у тебя какой-то вопрос по работе есть. Слушай, не надо сына так разговаривать, ладно? Я понимаю. Срались с жены. Нет. Причем, а? Знаешь, единственное, чего я сейчас хочу? Чего? Ну, фига себе. Это стать импотентом. Чем скорее, тем лучше. От этого желаю. Привет. Привет. Что произошло? Ничего, надо на месте. А, на месте? Хорошо. А я вчера пошла к Грише, и с Гришей ничего не получилось. А затем я пошла в кафе расстроенная и встретила там парня, помнишь, которым писали, писали, слали фотографии. Давно. Ну, а что? У него на заставке твоя попа. Крылась. 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 Что там такая? Ну, нормально. И мы пели, и потом поехали ко мне. А еще он делает майки и подарил ему майку. Ой, я кажется, знаю этого парня. Дима зовут, да? Ты все, что ли, парня знаешь? Нет, просто это мой бывший муж, кстати, кретина страшная просто. Он мне ребенка, что-то подонок, не угробил. Блондин с голубыми глазами, высокий с пузиком. Еще есть какие-то подробности, которых мне нужно узнать немедленно сейчас же? Фамилия Усов. Круто. А что ты замуж за нее вышла, раз он такой идиот и дебил? Сама была идиотка и дебилка. Прикольно. То есть я сплюсь с твоим бывшим мужем, который от тебя ушел и пришел ко мне, а ты теперь одна, и, наверное, со скольки парнями ты не переспала, все равно ты будешь одна? Ты что, дура? А зачем ты начала этот разговор? На чем ты мне говоришь, что это твой муж? Издеваешься, что ли, надо мной? А, завидую. Куда этот мир катится? Как этот жарик вертится? Вчера зажигали пятницы, Сегодня нет времени встретиться. Сегодня наши во все стороны, И мне без тебя не справиться. Хочешь, расселим по равну, Пока этот мир катится? Не рубашь на то, спутал маршруты, Кто гидал нас в круга, Кто парил нам жажду. Однажды я встану минутой, Я встану минутой твоей гажда. И не важно, кто спутал маршруты, Закрынул нас в круга, Кто парил нам жажду. Однажды я встану минутой, Я встану минутой Твоей гажда. Кто там при помощи Яндекса, Маячит сигналами бедствия, Кто от любви латексом, Кто за любовь лезвием. Я верю, во что вам не верится, И пусть это вам не нравится, Мы обязательно встретимся, Пока этот мир катится. Не важно, кто спутал маршруты, Кто гидал нас в круга, Кто парил нам жажду. Однажды я встану минутой, Я встану минутой твоей гажда. Не важно, кто спутал маршруты, Кто гидал нас в круга, Кто парил нам жажду. Однажды я встану минутой, Я встану минутой, Твоей гажда.